Крым Крым Шла весна 1927 года. В прокуренном купе пассажирского поезда Москва-Севастополь сидели несколько человек. Они старательно изучали топографические карты горного Крыма и иногда обменивались фразами и терминами, малопонятными окружающим. Праздная публика, расположившаяся в соседних купе, не обращала особого внимания на своих немногословных и таинственных попутчиков. Никому из пассажиров скорого поезда и в голову не могло прийти, что эти не совсем похожие на курортников люди едут в Крым по личному указанию главного чекиста молодого советского государства Феликса Держинского. А целью их служебной командировки на полуостров должен был стать поиск подземных городов и осколков погибших цивилизаций. Руководитель экспедиции Александр Васильевич Барченко смотрел в окно вагона и вспоминал прожитые годы, проведенные в опасных научных экспедициях. Крепотливую работу в библиотеках и архивах. А вспомнить ему было что. Ранней весной 1921 года Барченко возглавил научную экспедицию, которая направилась на Кольский полуостров для поисков следов древней гипербореи. Ее официальным организатором стал директор Института изучения мозга академик Бехтерев. Но на самом деле за экспедицией стояли Феликс Держинский и руководитель самого секретного отдела ОГПУ Глеб Бокий. По всей видимости и сам Барченко к тому времени уже являлся штатным чекистом. Не случайно на всех сохранившихся фотографиях той поры он одет в военную форму. Кольская экспедиция продолжилась три летних сезона подряд. С 1921 по 1923 год. Официальная была причина исследовать, что такое мерячение, такое странное поведение людей на уровне полубреда, в котором пытались обвинить местных шаманов и таких неадекватных людей, так скажем, с точки зрения сотрудников ОГПУ, которых нужно было там приструнить как-то, для этого нужно было выстроить такую концепцию против этого самого мерячения. Бокий много сил потратил на то, чтобы сколотить экспедицию, и в результате несколько человек очень долго работали там. И вот однажды в окрестностях Сейдозера ранней осенью 1922 года экспедиция обнаружила остатки древних сооружений, напоминающих египетские пирамиды, а также таинственные рисунки на скалах. Кроме того, Барченко после расспросов местных жителей нашел странную пещеру с узким лазом, ведущим глубоко под землю. Члены экспедиции неоднократно пытались проникнуть вглубь этого лаза, но всякий раз возвращались обратно, гонимые прочь необъяснимым и жутким страхом. По мнению Барченко и его единомышленников, этот лаз был одним из тех мест, благодаря которым человек мог проникнуть внутрь земли. Дневники Икольской экспедиции были тщательно засекречены и спрятаны в архивах спецотдела по криптографии. А сам доктор Барченко, по указанию начальника того же спецотдела Глеба Бокия, стал готовиться к новому путешествию – в Горный Крым. Экспедицию курировал лично Феликс Держинский с соблюдением строжайшей конспирации. В конце 1926 года на полуостров прибыл член экспедиции астрофизик Конди Айн со своей семьей. Он поселился в деревушке Кырк-Азислар на месте современного Бахчисарая. Астрофизику была поставлена задача провести разведку будущих объектов исследования и вступить в контакт с местными жителями, чтобы завербовать надежных проводников. В марте следующего года туда же прибыли Александр Барченко и несколько его коллег. Что же так заинтересовало чекистов в Крыму, что они снарядили на полуостров целую экспедицию? Стали поступать любопытные сведения из района Чуфуткале, подземного города. Первая группа исследователей местных крымчан даже в 20-е годы пытались забраться в какие-то подземные галереи этого подземного города, которые были еще ниже средневекового Чуфуткале. Они обнаружили огромные завалы. Подземными или по-другому пещерными городами Крыма в отечественной науке называют развалины крепостей и монастырей, расположенных в юго-западной части Крымского полуострова, вблизи долин рек Альма, Кача и Бельбек. В средние века большая часть этой территории входила в состав государства Феодоро. На территории пещерных городов находятся вырубленные в толще мягких известняковых породах различные по своему назначению помещения. Самые известные подземелья в Крыму – это городища Мангуб, Эскекермен, Кыскермен и Чуфуткале. Количество рукотворных пещер на территории протяженностью около 40 километров исчисляется тысячами. Причина интереса ОГПУ к пещерным городам Крыма до сих пор вызывает споры среди исследователей. Одно из предположений – экспедиция Барченко была отправлена в горы полуострова для поиска сокровищ, спрятанных в пещерах. Молодое советское государство остро нуждалось в средствах для восстановления народного хозяйства. Принимались во внимание все источники. Но в крымских сокровищах чекисты видели не только материальные ценности. Барченко, как ученый, был, по всей видимости, хорошо знаком с историей Причерноморья. Он наверняка знал, что этот регион около 8 тысяч лет назад потрясла катастрофа, по своим последствиям сравнимая со всемирным потопом. Воды моря поднялись почти на 150 метров и затопили огромные площади прибрежной суши. Спасаясь от наводнения, жители Причерноморья бежали со всех направлений в горный Крым. В надежде на то, что это единственное и последнее место, которое не будет поглощено пучиной. Поэтому, естественно, люди спасали самое дорогое. Ну, кроме своих жизней и жизни своих детей, конечно, это были какие-то реликвии, какие-то артефакты, какие-то знания. И, скорее всего, вот в таком сконцентрированном виде, то есть эти знания, эти артефакты, сама природа в результате наводнения собрала в центральной точке Крыма. И, скорее всего, до сих пор это хранилище и существует под одной из вершин Крыма. Вполне вероятно, что на поиски этих древних реликвий и знаний и была отправлена экспедиция ОГПУ. А поводом к детальному изучению пещер послужила информация, что местные жители, исследуя катакомбы, наткнулись на более древние галереи, чем хорошо изученные помещения, если так можно сказать, верхнего уровня. В средние века значительная часть галерей использовалась монахами. Они обустраивали там храмы и скиты. Маловероятно, что пещерные города Крыма – это творение рук самих отшельников. По данным археологов, пещерные укрепления Таврии стоят на местах более ранних, искусственно созданных убежищ. Нередко средневековая кладка на известняковом растворе идёт поверх более древних циклопических стен, сложенных насухо. Сотрудники Барченко в 1926 году обнаружили там странную вещь. Они видели большое сильное свечение, разноплановое очень, шары, различные геометрические фигуры, плывущие в воздухе. Причём это было поведение практически у всех членов экспедиции, в том числе у Александра Барченко. Такое ощущение, что кто-то говорил, произносил какие-то тексты, какое-то вещание шло на каком-то непонятном языке. Язык никто не мог определить, но люди всё понимали. Это вот иногда так проходит субъестие, то есть внушение наяву. Всё это может показаться небылицей. Но, как оказалось, не только экспедиция Барченко столкнулась с явлением сугестия. В начале 90-х годов бывший моряк-подводник Виталий Гох обнаружил в Крыму пирамиды по размерам и геометрическим пропорциям, напоминающие египетские. Их высота колебалась от 36 до 62 метров. В течение многих веков эти громадины ускользали от внимания как местных жителей, так и учёных по очень простой причине. Все 37 крымских пирамид, располагающиеся в четырёхугольнике Севастополь, мыс Сарыч, Ялта-Бахчисарай, были полностью занесены современными отложениями. Сделать своё открытие отставной капитан смог с помощью прибора, созданного им для слежения за подводными лодками. Оказалось, что с небольшими изменениями прибор может видеть и то, что лежит глубоко под землёй. Сначала с помощью уникального локатора отставной моряк искал для своих соседей дефицитные для юга Крыма подземные воды. Но вскоре выяснилось, что прибор реагирует и на пустоты, и на металлы, скрытые в земле. Первую пирамиду в Крыму обнаружили, когда искали платину в районе Севастополя. Среди археологов ходили слухи, будто в древности здесь проводили плавку этого драгоценного металла. Платину Виталий Гох не нашёл, но неожиданно прибор показал наличие подземных пустот, причём довольно крупных. Решили пробить шов. На глубине десяти метров была обнаружена первая Крымская пирамида. Полностью, как говорится, по самую маковку, занесённая галькой и щебнкой. Во время раскопок Гох обратил внимание на совершенно ненормальное поведение, на психоз, который овладевал людьми как перед пещерой, так и во время спуска по вырытому шурфу к пирамиде. Внутри это ощущение усилилось. Люди, попадавшие в сферическую полость, рассказывали, что они буквально купались в потоках энергии. Это действует просто удручающе, но без последствий. Некоторые невосприимчивы к таким вещам, некоторые слишком восприимчивы, и уже на подходе к этой пещере им начинает мерещиться, что там ждёт что-то неприятное. В любом случае, ходить туда просто так ни в коем случае нельзя. Во-первых, нужен проводник, и во-вторых, есть места, куда просто ходить нельзя. Это как бы запретные зоны. Когда реальность пирамид была подтверждена раскопками, Гох обратил внимание, что их расположение практически совпадает с энергетически активными зонами, находящимися в глубине земли около Ялты, Севастополя, Бахчисарая и давно уже покинутого городища Мангот. Поэтому есть ещё одна версия, что могло послужить истинным поводом для отправки экспедиции во главе с Барченко в Крым. Изучение воздействия на психику людей энергетического поля пирамид. Правда, об их существовании в то время ещё не было известно. Зато сохранились древние легенды, свидетельствующие о том, что недалеко от Севастополя, в районе древнего пещерного города Эски-Кермен, прикрывающего с моря крупный порт Византийской империи Херсонес, случались массовые воздействия на психическое состояние людей. В них же рассказывалось о том, что когда городу угрожала опасность с моря, то с фрески подземного храма сходил святой Георгий Победоносец и своим копьём поражал экипажи вражеских судов, подплывавших к городу. И тогда одни моряки, объятые ужасом, поворачивали прочь от берега, другие, как будто пьяные, плыли прямо на скалы и находили там свою гибель. Не обратить внимания на эти легенды руководитель лаборатории нейроэнергетики Барченко не мог. Более того, мифологические сюжеты могли стать главным аргументом для обоснования необходимости экипировать и отправить в Крым специальную секретную экспедицию. К этому можно добавить ещё один любопытный момент. В начале 1926 года в Москву вернулся с Тибета знаменитый художник и востоковед Николай Рерих, который встретился с шефом секретного спецотдела ОГПУ Бокем. Бокий тогда познакомил Рериха с результатами северной экспедиции Барченко, где исследователи искали причины сильного энергетического поля в районе Сейдозера. Тогда впервые зашла речь о космическом камне или по-другому кристалле Сориона, играющего важнейшую роль в истории человечества. Этот осколок якобы передаётся правителям, избранным для выполнения особой миссии на Земле. Согласно предположениям, кристалл Сориона мог быть погребён под руинами Гипербореи, древнейшей цивилизации, существовавшей на севере. Вероятно, его и искал на Сейдозере Барченко. Рерих, выслушав эту историю, назвал другое место предполагаемого нахождения магического кристалла. Крым. И чекисты ухватились за эту версию. Я напомню, что руководители органов в те годы, когда Барченко занимался своими космологическими исследованиями, были люди, далеко не лишённые вот этих самых космологических знаний или даже амбиций. И увлечь тогдашнее руководство НКВД некими космическими знаниями, то, что сейчас, может быть, считается признаком уже науки и некой желтизны на телевидении и желтизны в СМИ, тогда воспринималось, к слову сказать, по секрету скажу, и сейчас воспринимается продвинутыми руководителями органов, как вполне себе достойное руководство к действию. О вероятности существования в Крыму мощного энергетического источника, в котором исследователи хотели увидеть тот самый кристалл Сориона, говорили и другие легенды. И даже реальные истории. Например, морская катастрофа у Балаклавы в 1909 году. Одна из самых совершенных в то время подводных лодок Камбала погибла под форштевнем эскадренного броненосца Ростислав. Опытный морской офицер, лейтенант Аквилонов, стоявший на мостике субмарины, неожиданно, как и моряки из древних легенд, впал в блаженное состояние, то есть в эйфорию. Он читал стихи вместо того, чтобы изменить курс подводной лодки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что капитан подводной лодки в момент катастрофы был трезв, не находился под воздействием наркотиков и признала его вменяемым. Значит, подводника вывел из психического равновесия некий таинственный поток энергии. Не источал ли его тот самый магический кристалл, искать который в 1926 году отправилась экспедиция Барченко? Впрочем, некоторые исследователи весьма скептически относятся к подобного рода историям и легендам. И не потому, что они кажутся фантастическими. Напротив, они считают, что гипотеза существования магического кристалла Сориона вполне имеет право на жизнь. Ведь не даром об этом камне есть много упоминаний в античных летописях. Дело в самой легенде для экспедиции, работающей в условиях строжайшей конспирации. Когда хотят скрыть, по крайней мере, для своих коллег истинную задачу поисков, чаще всего называют то, что находится на поверхности. Хочешь скрыть глубоко законспирированную, глубоко засекреченную операцию, придумай какую-то фантастическую версию. Кстати, причина гибели субмарины Камбала и странного поведения командира лодки все-таки выяснилась. После окончания Второй мировой войны в Крыму работал известный немецкий исследователь аномальных явлений Ойген Зиберт. С помощью рентгеноскопических приборов, позволяющих фиксировать различные виды природного и техногенного воздействия на человека, немецкий физик определил, что причиной странного поведения офицера Аквилонова стали сверхнизкочастотные звуки, возникающие при некоторых атмосферных явлениях в районе Скикермен. То есть это было природное воздействие, а не техногенное, и уж тем более немагическое. В 1998 году группа энтузиастов обнаружила близ главной оборонительной стены пещерного города Чуфут-Кале, забитая камнем устья колодца Тикую. Об осадном колодце сообщали караимские легенды. В них же говорилось о некой ведущей к нему золотой лестнице. Работы по очистке ствола колодца длились три года. В 2001 году на 25-метровой глубине исследователи обнаружили забитый камнями боковой вход. При его расчистке выяснилось, что подземная галерея ведет к основанию одной из городских башен. Галерея длиной 108 метров представляет собой тайный ход из крепости к колодцу. На ее стенах изображения и надписи на латинском и арамейском языках. По сталактитам, которые находятся на ее потолке, удалось выяснить ее возраст. Около двух тысяч лет. Однако место пересечения круглого ствола с галереей не было дном колодца. Как выяснилось, дальше шел винтовой каменный спуск. Внизу на глубине 45 метров находились источники каменной ванны, в которых при осаде жители города брали воду. Кроме чисто утилитарного значения, сооружение имело, скорее всего, культовый характер. Галерея, ведущая к колодцу, ориентирована строго на восток. В дни весеннего и осеннего равноденствия, при восходе, солнце освещает все подземное царство. Интересно, что по такому же принципу построены египетские пирамиды. Если посмотреть на любую из пирамид в разрезе, то можно увидеть в ней наличие колодца, выходящего к такой же галерее. Размеры нижнего зала дают основания предполагать, что здесь совершались ритуалы, связанные с поклонением воде и солнцу. Но даже не эта находка поразила исследователей. Они поняли, что туннели ведут из того же Чифуткале, из более отдаленных районов, там, например, под горой Карадак, тоже начинается одна из пещер. Они ведут на юг под море, под Черное море и уходят в Турцию. И в Турции тоже нашли такие пещеры. Недавно один из исследователей, Александр Калтыпин, рассказывал мне о том, что он был свидетелем странных тоже объектов, которые там наблюдались именно в этих пещерах. Такие же и странных животных, которые водятся, например, в озере Ван, родственников Карадакского чудища. Связь есть абсолютно четкая между всеми этими регионами, этими явлениями. Осталось связать это по времени и по какому-то пространству еще более-менее. Главное, нужно исследование. Не исключено, что экспедиция Барченко как раз и искала некие тайные ходы, которые соединяют под землей целые страны и даже континенты. Но при наличии технических средств начала 20 века сделать подобное открытие в ту эпоху было невозможно. Впрочем, и сегодня это осуществить весьма затруднительно. И дело не в том, что не найдется высокотехнологического исследовательского оборудования. Нет самого главного – воли и мотивации. Поэтому пещерные города Крыма еще долго будут хранить свои тайны. Но если их удастся раскрыть, это будет самой настоящей сенсацией глобального масштаба. В этом выезжа был астрофизик Александр Кандиайн. Они направлялись в район крымских пещерных городов. И миссия их была строго засекречена. Хотя никаких мероприятий по прикрытию экспедиции местное управление ОГПУ не проводило. На самом деле у путешествий в Барченко не нужны были никакие официальные прикрытия. Потому что в те годы можно было ехать по линии ОГПУ и НКВД абсолютно в любое место Советского Союза, никому ничего не объяснять. То есть это было как бы определенное задание центра Москвы. Так какое же задание Москвы приехал выполнять в Крым-Барченко? Официально целью работ было исследование пещер в Бахчисарайском районе. Тогда ходило много легенд вокруг этих мест. Люди рассказывали о странных голосах, слышных на древних развалинах Мангупа и Чуфут-Кале в ночной тишине. То ли плач, то ли шепот, то ли смех, то ли всхлипывание призрачных людей, которые не в силах покинуть место, где, возможно, трагически оборвалась их жизнь. Кроме того, местные жители, пытавшиеся проникнуть в пещеры, не раз отмечали изменения внутреннего психологического состояния и даже непонятные телесные ощущения. Как будто какая-то непостижимая сила, сокрытая в недрах, то ставила перед ними невидимые заслоны, то наоборот манила в подземелья. Некоторым, кому удавалось побывать в пещерах, находили там удивительные предметы, свидетельствующие о том, что здесь давным-давно существовала какая-то неведомая цивилизация. Но какая? В Крыму очень много исторических мест, исторических и, самое главное, еще и религиозных. То есть там, где жили древние народы, там те же самые амазонки, там очень много сокрыто разного рода артефактов, там уникальные места в плане природных энергий, там очень много источников, там одно из наших мистических мест планеты. Там сконцентрированы знания, там было очень много цивилизаций, которые оставили после себя очень много следов. Древний Мангупс, историко-географической точки зрения, можно назвать крупнейшим пещерным городом в Крыму. Он занимает плато одноименной горы площадью без малого квадратный километр. Природа сделала это плато прекрасным местом для постройки здесь укрепленного поселения. Оно возвышается над соседними долинами более чем на 200 метров. С трех сторон его защищают крутые обрывы. А главное, плато располагает двумя источниками воды. Люди, конечно, этим воспользовались. Во всяком случае, многочисленные пещеры, сокрытые под скальной поверхностью Мангупа, исследователи считают городом. Причем не одним в этом таинственном крае. Часть пещер можно назвать скальными и подземными городами абсолютно смело. Причем они принадлежат к разным эпохам. И к эпохе, например, самых древних, еще до Тавров и до Скифов. И к эпохам Средневековья, к государству Феодора, к Крымской Готии и прочим вещам, которые до сих пор тоже покрыты просто флером загадок. Согласно древним преданиям, где-то еще в третьем или четвертом веках в Крым пришли готы. Они одними из первых среди германцев приняли христианство и имели тесные связи с Византией. Но уже в восьмом веке полуостров захватили Хазары. Готы восстали против незваных гостей, но были истреблены беспощадными кочевниками. Лишь спустя пять веков Мангуб смог возродиться. Город получил статус столицы Крымского княжества Феодору. Правители княжества были в родстве с византийскими владыками, разговаривали на равных с европейскими королями. Однако расцвету государству Феодора не суждено было длиться долго. Город-крепость Мангуб лишь на два десятилетия пережил Константинополь, пав от турецкого оружия в 1475 году. До сих пор в этих краях ходит легенда о маленьком мальчике, родителей которого убили турки, после чего он сбросился со скалы, не желая попасть в руки врагов. Теперь его дух в ночной тьме заманивает на край обрыва чужеземцев, пытаясь отомстить за своих родителей. Другая легенда гласит о том, что все сокровища Мангуба, восставшие против турков горожане, укрыли в пещерах в глубине горы. Причем среди этих сокровищ была какая-то особо ценная христианская реликвия. Турецкий визир Ахмед Паша якобы знал о ней, и долгое время после взятия крепости пытался отыскать сокровища в пещерах. Есть даже легенда, что он упал со скалы во время поисков, и его дух до сих пор бродит здесь в напрасной надежде найти клад. И с этим духом сталкивается каждый, кто пытается проникнуть в пещеры Мангуба. Не он ли сводит с ума исследователей и ставит невидимые препятствия на пути в подземелье? Или что-то другое воздействует на следопытов? Все они встречаются с какими-то неопознанными объектами, то есть какими-то шарообразными или другой формы, какими-то предметами, которые там просто живут. Живут как одна из форм жизни в дальних углах этих пещер, грубо говоря. Похоже, что с подобными странными событиями в пещерах Мангуба столкнулась и экспедиция Александра Барченко в 1926 году. Вполне вероятно, что эксперты по эзотерике и паранормальным явлениям из особого отдела ОГПУ были к этому готовы. Обладая определенными знаниями и опытом, они могли обходить как физические препятствия, так и различного рода заклятия и наветы. Кстати, об истинной цели раскопок миссии ОГПУ в Крыму стало известно спустя несколько десятилетий, когда астрофизик Александр Кандиайн в частной беседе признался. Они искали некий чудесный камень, который многие сотни тысяч лет тому назад упал на Землю с созвездия Орион. А теперь вспомним, что святой Грааль, по версии некоторых исследователей, представляет из себя таинственный кристалл Ориона. Не тот ли это камень, который, согласно библейским легендам, выпал из короны поверженного Люцифера? А затем якобы его подобрали ремесленники и превратили находку в нечто, напоминающее чашу или кубок. Но удалось ли его обнаружить Барченко в пещерах Мангупа? Или нет? Тот артефакт, который он сказал, он не нашел, зато он нашел элементы или письменности, либо знаний и столкнулся с сущностями, которые там могут быть. То есть он получил определенного рода информацию. Какую информацию мог получить чекист и эзотерик Александр Барченко, когда находился в пещерах Мангупа в 1926 году? Возможно, он выяснил, что святой Грааль все-таки не кристалл Ориона. А что же тогда это такое? Чаша? Или вообще что-то другое? Кстати, а почему он отправился на поиски этой реликвии именно в Крым? По Крыму всегда у различных инстанций и до, и до, и до советских, так сказать, в царское время, была обширная информация о том, что в Крыму существует подземный мир, который отличается, очень сильно отличается от остального привычного мира и других обычных пещер, которые есть в других местах. То есть что-то находилось там, о чем-то проникли и просочились такие слухи, которые заставляли спецслужбы еще в 19-м, и даже, можно сказать, в екатерининские времена, знали о том, что там происходит что-то необычное. Но Барченко, похоже, знал что-то еще. Он скрупулезно изучал древние легенды и мифы и всегда безошибочно выделял из этих преданий необходимую для исследовательских работ информацию. Поэтому логика размышлений Александра Барченко была такова. Если придерживаться предположения, что какое-то время Грааль находился в Константинополе, а после разграбления города крестоносцами исчез и, согласно легенде, оказался в неком таинственном восточном замке, то не мангуп ли это? Вероятно, Барченко получил именно такую информацию, когда исследовал легендарный пещерный город. Во всяком случае, он наверняка разгадал загадку так называемой «золотой колыбели». Она была изображена на гербе княжества Феодора. О том, что могла собой представлять мангупская золотая колыбель, высказываются разные мнения. Одни считают, что это была купель из чистого золота, подаренная феодорийскому князю московским царем Иваном Третьим. Другие видели в ней сходство с колыбелью Чингисхана. Однако Барченко, скорее всего, заметил одну важную деталь в росписях пещерных храмов, оставшихся со времени существования государства Феодора. В них часто присутствует мотив чаши колыбели с младенцем. В христианской традиции ребенок в чаше символизирует Христа. Кровь распятого Христа, как мы помним, была собрана в чашу. Чаша, значит, она содержала след этой крови. То есть с физической точки зрения, свещественной, кровь испарилась, засохла и так далее. Только след, информационный след. Но все мистики, ну, в подавляющем большинстве огромном, считали, что чаша и копье, кстати говоря, они дают власть. Это очень нехорошо, но вот под власть они понимали владычество над миром. Возможно, что такой интерес к Граалю и заставил ОГПУ отправить в Мангуп Барченко. Надо заметить, что экспедиция снаряжалась по личному указанию Феликса Держинского. Но, как известно, Барченко реликвию не обнаружил. Позже его объявили врагом народа и расстреляли. После чего к Мангупу интерес чекистов остыл. Во всяком случае, это официальная версия. Однако за всей этой историей, как выяснилось полтора десятилетия спустя, пристально следили спецслужбы Третьего рейха. И даже есть предположение, что результаты раскопок Барченко были известны в Берлине. Якобы в начале 30-х годов 20-го века сотрудники Лубянки обменивались с коллегами из немецкой разведки какими-то данными по паранормальным явлениям, в том числе крымскими. Правда, такое предположение, по мнению некоторых исследователей, бездоказательно. Хоть отношения между нашими странами именно в эти годы были достаточно теплыми, но не настолько, чтобы спецслужбы двух стран настолько откровенно обменивались информацией о найденных артефактах, тем более в Крыму, которые немцы всегда считали своим. Действительно, Крым немцы всегда считали своим, так как изначально его обживали древнегерманские племена готов. Когда началась Великая Отечественная война, и нацисты оккупировали полуостров, Адольф Гитлер приказал отправить в Мангуб специальную команду исследователей для поиска в священной реликвии. Фюрер, склонный к мистике, хотел в полной мере воспользоваться легендарными магическими свойствами этого сосуда. Ранее в Венском музее Хофбург нацисты нашли копье римского центуриона Лангина, которым он пронзил тело Христа. В этом артефакте руководители Третьего рейха также видели источник магической силы. Гитлер полагал, что копье поможет ему победить в войне своих врагов СССР, Америку и Великобританию. В 1942 году в обстановке строжайшей секретности немцы развернули в Мангубе свой поисковый лагерь. Руководил экспедицией группенфюрер СС Отто Оллендорф. По его приказу были осмотрены храмы караимов, мавзолей дочери хана Тахтамыша Джаники Аханум и многочисленные пещеры. Искали и в татарских мечетях, и в руинах старых церквей, и в разваленных крепости Керменчик. Однако Грааль немцы так и не нашли. Не могут его найти и современные кладоискатели, которые каждую весну приезжают в Крым и тайными тропами идут к пещерам Мангупа и Чуфут-Кале. А дальше пытаются проникнуть в подземелье. Но, как правило, эти попытки оказываются тщетными. Большинство ходов в пещеры либо тщательно кем-то скрыты, либо завалены камнями. Их просто так почувствовать и пройти нельзя. То есть они охраняются. Охраняются и физическими какими-то там преградами, которые сейчас сложно сдвинуть или там почувствовать, найти. В том числе и энергетическими, какими-то духами теми же самыми. По всей видимости, тайна чаши Грааля раскрыта будет не скоро. Должно пройти очень много времени для духовного и нравственного очищения человечества. Слишком большой силой обладает священная реликвия, чтобы оказаться в руках нечистивцев и властолюбцев. Поэтому, пока мы не избавимся от подобных пороков, Грааль будет оставаться всего лишь библейской легендой. Это произошло в конце мая 1968 года у Атлантического побережья Флориды. Группа гидрогеологов изучала край континентального шельфа близ Майами. Специальное технологическое судно для подводных и спасательных работ медленно буксировало на тросе профессионального водолаза в тяжелом скафандре. Водолаз осматривал песчаное дно, глубина которого составляла около 15 метров. И вдруг он увидел что-то округлое, похожее на черепаху или крупную рыбу. Чтобы идентифицировать непонятное существо, водолаз попытался приблизиться к нему максимально близко. В этот момент странный обитатель моря повернулся. У него была морда обезьяны, и вытянутая вперед голова на непомерно толстой шее. Разглядывая человека в скафандре, чудовище, подобно змее, изгибало тело. Глаза были выразительные, как у людей, только гораздо крупнее и, по всей видимости, приспособленные к подводной жизни. По гидроакустической связи водолаз сообщил об увиденном наверх. С корабля тут же дали команду немедленно подняться на борт, предупредив, что встреча с этим существом предельно опасна. Однако загадочный ихтиандр атаковать водолаза не стал. Существо развернулось и моментально исчезло в полумутной морской бездне. Наукой доказано, что жизнь на нашей планете зародилась в воде. Для этого в Мировом океане есть все необходимое. Обильная белковая пища, кислород, обширные пространства для обустройства жилища, даже минеральные ресурсы. Так почему бы там не быть и разумной жизни? Есть даже предположение, что люди произошли не от обычных обезьян, а от земноводных приматов-амфибий. А вот все ли эти приматы вышли на сушу? Кстати, далекие предки китов когда-то оказались на земле, побродили по ней и вернулись опять в водную стихию. Им там показалось комфортнее. Поэтому нельзя отрицать и предположение, что часть обитающих в воде предков человека вышла на сушу, а часть осталась в морях. Не исключен вариант, что какие-то сухопутные приматы вернулись в океан и приспособились к жизни под водой. Человечество наверняка обязано своим происхождением в какой-то водной среде, потому что утроба матери тоже водная среда. Утроба матери повторяет глобально всю историю человечества, которое тоже произошло оттуда, по теории эволюции. Но теорию эволюции сейчас уже многие отрицают. Но те, кто считают себя эволюционистами, последователями дарвинизма, они говорят, что человек эволюционировал из водных млекопитающих. Не так давно знаменитый британский натуралист и криптозоолог Айвин Сандерсон опубликовал довольно занятную книгу о биологии неопознанных существ. Там автор выдвинул теорию, что на нашей планете существует высокоразвитое сообщество разумных млекопитающих, которое миллионы лет назад обосновалось на дне океана. На удивление, с британским ученым согласилось немало исследователей. Действительно, было бы странным, если бы эволюция не породила в водной среде собственную цивилизацию. А если это так, то теория Сандерсона дает повод предполагать, что под жутким давлением воды, в темноте и безмолвии морского дна могут обитать таинственные и нелишенные интеллекта ихтиандры. Когда мы говорим о том, что под водой может находиться некая цивилизация, мы сами того не подозреваем, затрагиваем архиважный вопрос. А что такое цивилизация? А кого мы ищем в просторах космоса? Или вот под водой? Как выясняется, мы ищем самих себя с таким же уровнем морали, с таким же уровнем этики, нравственности. Техники, законности, форм социального устройства. Вот кого мы ищем. А таких и нет. Надо признать, что скептиков, подвергающих сомнению даже сама мысль о том, что в океане может существовать высокоразвитая цивилизация разумных существ, немало. Один из критиков теории Сандерсона и других исследователей, поддерживающих британского натуралиста и криптозоолога, небезызвестный Малком Скотт Карпентер. Он второй американский астронавт, совершивший орбитальный полет на космическом корабле «Аврора» в мае 1962 года. Однако в НАСА оказались недовольны работой Карпентера на орбите и отстранили его от следующих полетов. И тогда американский астронавт переключился на исследование океана. С 1965 года он стал заниматься подводными экспериментами в интересах военно-морских сил США. При этом активно сотрудничал со знаменитым океанологом и изобретателем акваланга Жаком Эвом Кусто. Карпентер побывал почти во всех уголках мирового океана. Опускался на большие глубины. И нигде не встречал даже намеков на следы какой-либо подводной цивилизации. Он отмечал, что в воде под океаном в глубинах опасности для человека на порядок больше, чем в космосе. Там совершенно другие освещенность, температура, химический состав среды, там как бы силы тяжести, давление самое главное. На каждом вот слое, так сказать, глубина, там разные химические процессы в организме идут. То есть, с человека подобные сущности организовать там цивилизацию не может. Тем временем японские рыбаки по возвращении из Путина рассказывают удивительную историю. Например, как моряки шхуны Немура вытаскивали на палубу трал с уловом и вдруг увидели в сетях странное существо, которое, оказавшись над водой, разбушевалось и вырвалось из плена. Старожилы утверждают, что это человекоподобные амфибии, живущие в прибрежных водах острова Хонсю. Их также неоднократно видели рыбаки у берегов острова Авадзи. У этих существ есть даже прозвище, которое им дали местные жители – Капа. Очевидцы утверждают, что этот Капа представляет собой нечто среднее между лягушкой и черепахой. Лягушачья кожа, вместо носа клюв, пальцы на руках и ногах могут быть соединены плавательными перепонками, на голове короткая шерсть, на спине может быть черепаший панцер. Тело источает рыбий запах. Две руки Капы соединены друг с другом в районе лопата. Если потянуть за одну, то другая сожмется или вообще может выпасть. Однако есть другая разновидность Капы, похожая на обезьяну. Все тело покрыто шерстью, во рту имеются клыки, носа практически незаметно, на руках есть большой палец, на ногах пяточная кость, а черепашьего панциря может и не быть. На самом деле все большее число исследователей признают сегодня, что мы под водой не одиноки. То есть все, что мы недоизучили под землей и под водой, это вот как раз остается наши соседи по планете, которые там обитают и создают, а может быть создали давно уже и поддерживают свою цивилизацию какую-то. И эти существа многолики и многообразны и по форме, и даже, скажем, по содержанию и очень часто входят с нами в контакт. Кстати, упоминания о таинственных подводных жителях можно найти в мифах многих народов мира. Например, у шумеров. Когда археологи, исследуя развалины древней Месопотамии, обнаружили глиняные таблички с клинописью и расшифровали их, то один из документов показался исследователем наиболее любопытным. В тексте упоминалась раса полурыб полулюдей, которая обитала в пучине Персидского залива. Самое интересное, что эти подводные обитатели одно время поддерживали тесный контакт с шумерами и не только поддерживали, но и учили их, как жить и развиваться. В одной из шумерских табличек с клинописью была фраза следующего содержания «У края моря, что омывает Вавилон, появились существа. Их прозвали Кулилу, а главного величали Аонессом. Говорили они человеческим голосом, как и мы. Днем они обучали нас письменности и всяким наукам. Когда солнце заходило, существа снова погружались в воду залива, потому что они были земноводными. Конечно, данный древний текст можно принять за обычную шумерскую сказку. Однако некоторые исследователи склонны утверждать, что такое могло быть и на самом деле. Вспомним, что вся жизнь на нашей планете зародилась в воде. Вполне вероятно, что и человек. Но не все вышли на сушу. Возможно, из-за задержки в процессе эволюции или по каким-то другим причинам. Во всяком случае, сегодня уже почти никто не сомневается в реальном существовании русалок. То есть существ с человеческим телом и рыбьим хвостом. А не теле это кулилу из древних шумерских текстов. Русалки в принципе чем-то даже на нас похожи. То есть просто более приспособлены к обитанию на морских глубинах. То есть они могут дышать под водой и для них созринено дыхание чистым кислородом. У них созринено движение по воде, потому что их тела приспособлены к движению под водой. Соответственно, это какие-то либо плавники, либо перепонки, которые позволяют отталкиваться от подводной массы. Соответственно, общение между нами тоже крайне затруднительно, потому что есть их язык общения, есть наш язык общения. И они разные, конечно. Самым богатым на различные странные происшествия и сенсационные свидетельства в области паранормальных явлений считается 20-е столетие. Эти происшествия даже попытались собрать в специальный даджест-хронике необъяснимых событий. Одна из глав этого сборника посвящена рассказу некоего Геннадия Боровкова из Риги, когда тот отправился на отдых на Черное море. Было это еще до развала Советского Союза. Курортник увлекался подводной охотой, но однажды он одномоментно покончил со своей страстью. Произошло это в Анапе. Геннадий с подводным ружьем спустился в море всего метров на 7-8 и затаился в ожидании добычи. И вдруг отцепенел. Из зеленоватой глубины прямо на него плыли огромные существа. Совершенно белые и с человеческими лицами, без масок, аквалангов, с крупными рыбьими хвостами. То существо, что плыло впереди трех других, увидело подводного охотника, остановилось, уставилось огромными выпуклыми глазами, напоминающими человеческие. К нему подплыли остальные. И тогда существо махнуло рукой в сторону пловца. Не плавником, а именно рукой, хотя и с перепонками между пальцами. И тут все стали разглядывать человека, не подплывая ближе трех метров. И вдруг, как по команде быстро поплыли назад в открытое море, шевеляя только могучими хвостами. Когда они скрылись, подводный охотник вылетел из воды. Больше он в море не заходит. А на Каспийском море отдыхающие до сих пор опасаются купаться в районе Абширонского полуострова. Все началось еще в 60-е годы прошлого века, когда несколько купальщиков на Каспии в районе Баку столкнулись напрямую, лицо к лицу, прямо с такими огромными существами двух, трех, четырехметровой длины. У страха, конечно, глаза велики, им приписали даже огромные хвосты. Но дальнейшие встречи показали, что речь идет об обычных, похожих на людей существах просто гигантского роста, которые выплывают из глубин, большим любопытством относятся, как бы осматривают человека. Местные жители прозвали этих таинственных существ рунаншахами. Само слово рунаншах иранское и в переводе означает повелитель вод. Доктор Али Джафаров, научный сотрудник НИИ биологии Российской Академии наук, считает, что это человекообразное существо, живущее в морской среде, питается мелкой рыбешкой. Несмотря на то, что рунаншах обитает в воде, его иногда видят и лежащим на берегу. Выглядит он как человек среднего роста, плотного телосложения, с бледным, голубовато-серебристым цветом кожи и зелеными, как водоросли, волосами. Лицо рунаншаха, хоть и похоже на человеческое, все же имеет некоторые отличия. Например, отсутствуют уши и подбородок, нос крупный и горбатый, глаза большие и круглые. Конечности рук состоят всего лишь из четырех пальцев, между которыми натянута перепонка. Ноги короче, чем у человека и заканчиваются чем-то вроде ласт. И некоторые даже люди, которые потом рассказывали, что они испускают какие-то сигналы, которые порождают в мозгу определенные образы. То есть эти люди представляли себе какие-то странные города, какие-то постройки, какие-то селения непонятные, как будто из воздуха возникшие и потом снова исчезающие. Как и откуда таинственное существо с именем Рунаншах могло появиться у Абширона? И почему исторические летописи ничего об этом чудище не говорят? Каспий удивительное природное образование. Сейчас это самое большое соленое озеро в мире. Но есть мнение, что раньше Каспий был морем. Исследователи предполагают, что на его дне существует цивилизация, и Рунаншах является ее представителем. Кстати, раньше это существо встречали и на севере Ирана, и даже в Туркменистане, в районе Челикена. Исследователи уверены, что цивилизация, которой принадлежит Рунаншах, одна из самых древних на Земле. И она жила себе тихо, мирно, скрытно от глаз человека, пока не началась интенсивная нефтедобыча на Каспийском шельфе и безудержная эксплуатация рыбных ресурсов. Все это заставило Рунаншах активизироваться. Но если даже в таком мелководном водоеме, как Каспийское море, предположительно могут обитать таинственные существа, напоминающие фантастического Ифтиандра из романа Александра Беляева «Человек-амфибия», то что тогда можно говорить об огромных океанских глубинах? Куда человеку попасть крайне затруднительно? Например, в знаменитую Марианскую впадину. Марианская впадина или Марианский желоб самое загадочное место в мировом океане. Причем наибольшую глубину в этой впадине имеет так называемая бездна челленджера, расположенная на юго-западе желоба и уходящая вниз более чем на 11 километров. Впадина всегда привлекала внимание ученых. Начиная с середины прошлого века несколько международных научных экспедиций исследовали ее дно, задаваясь вопросом, а могут ли там обитать хоть какие-то живые существа, находясь под давлением океанических вод в 1100 атмосфер, при низкой температуре и в полной темноте? Первыми измерили глубину желоба советские ученые в 1957 году. Они же доказали, что даже при таком огромном давлении там обитают живые организмы. Но кто именно? Представить себе вот эти размеры, эти глубины можно вот мысленно поместив Эверест в Барианскую впадину. То есть, если его туда поставить, то еще можно представить, что 2 километра еще над Эверестом будет еще воды. Вот это вот такой ужас, такое давление, которое давит на все объекты, которые там находятся, на этой глубине 10, 10, 940, там плюс-минус 40 еще. Вот это вот, казалось бы, такая глубина, на которой на сантиметр давит там несколько десятков тонн. Давление такое имеет место. Как там можно жить? На самом деле живут еще как. В 1960 году Батиска в Триест с учеными из США на борту опустился до самого дна и пробыл там целых 12 минут. По сей день повторить это не удалось никому. Гидронавты смогли увидеть несколько странных крупных рыб. В 90-е годы прошлого столетия японские ученые смогли взять пробы грунта со дна. Позже в нем обнаружили несколько видов простейших организмов ранее неизвестных науке. И вот в 2003 году экспедиция судна Гломар Челленджер начала спуск новейшего аппарата для исследования глубин впадина. Вдруг приборы стали записывать какие-то странные звуки напоминающие скрежет при распиливании железа. А на экране монитора люди увидели тени каких-то огромных монстров. Звуки продолжались более часа и ученые решили срочно поднять аппарат на поверхность. Не на шутку испугавшись, что дорогостоящее оборудование сгинет в пучине. Через восемь часов аппарат подняли и все пришли в ужас от увиденного. Металлические части приборов исковеркано, а 20-сантиметровый трос, на котором опускали оборудование, почти полностью перепилен. Какое же чудище смогло это сделать? Позже исследователи предположили, что гидронавты неосознанно вторглись в некую запретную зону. Зону обитания каких-то существ, возможно, даже разумных. Вот только непонятно, был ли контакт этих существ с гидронавтами дружелюбным или агрессивным. Более логично второе. Загадочные монстры защищали свое глубоководное место обитания от незваных пришельцев. Однако исследователи не похоронили идею вновь проникнуть в эту зону. Дело в том, что разумных обитателей подводной глубины осталось очень мало. Их реально не так много. Встретиться с ними тоже тяжело. Нередко когда сами выходят на контакт или поднимаются на поверхность. Общение с ними может нам дать знание о подводной глубине. Исследователи убеждены, что в бездне гигантского желоба обитает какой-то диковинный зверь. Скорее даже целая колония загадочных монстров. Косвенным подтверждением этого стали недавние находки на берегах северных Марианских островов и острова Гуам. Это сравнительно недалеко от границ впадины. Местные жители там натыкаются на мертвые тела 80-метровых чудищ. Также на этих островах были найдены гигантские зубы. Сейчас ученые спорят, кому они могут принадлежать. Одни доказывают, что это останки громадной доисторической акулы. Предполагалось, что эти акулы вымерли около трех миллионов лет назад, но найденные зубы гораздо моложе. При этом ряд исследователей считает, что это некие разумные существа, погибшие в пучине и выволоченные своими сородичами на сушу. Но для чего? Загадка, которую никто пока не может разгадать. То есть эти существа обладают такими свойствами, которые просто не присущи ни одному живому существу на свете. Но еще более интересно то, что при них, например, существуют какие-то другие еще твари, которые живут, паразитируют на них, при них, как рыбки лоцмана при акулах. Периодически они вгрызаются в это основное тело, удаляют, например, какие-то больные пораженные органы с челюстями своими как бы вгрызаются и как бы хирургами такими живыми работают. Вот такие вот вещи там происходят. Но это только малая доля того, что известно про марианских обитателей. Сейчас уже мало кто из исследователей сомневается, что в глубинах мирового океана вполне может существовать древняя цивилизация. Причем по своему развитию она может даже опережать нашу. В подтверждение этому можно привести пример с последней необычной ситуацией, которая произошла с научно-исследовательским батискафом Кальмар австралийских военно-морских сил. Подводный аппарат работал в так называемой котловине Беллинсгаузена. Эта котловина находится в юго-восточной части Тихого океана между материковыми склонами Антарктиды и американского континента. Максимальная глубина составляет там около 6 километров. Батискаф был снабжен видеокамерой с дистанционным управлением и шел в 40 метрах над дном. Во время съемки в объектив попали странные объекты овальной формы с четкими контурами, излучавшие сильный внутренний свет. После изучения видеозаписи учеными Мельбурнского университета и специалистами ВМС Австралии был сделан вывод, что камера батискафа зафиксировала какие-то сооружения явно искусственного происхождения. Решено было повторить съемку этого же района. Через пару недель батискаф снова опустили в то место, где были загадочные постройки. Но там, кроме ровного дна, уже ничего не было. Хозяева глубин предпочли замести все следы своего присутствия. Это загадочное событие произошло в 1974 году в двух километрах на восток от румынского города Айот. Группа рабочих трудилась в песчаном карьере на берегу реки Муреж. Неожиданно искавшая экскаватора вместе с мелкозернистым песком на землю выпали три небольших но очень странных предмета. Эти предметы находились на глубине около 10 метров от поверхности под сильно затвердевшим от времени дерном. Рабочие обратились за разъяснениями к местным властям и те прислали археолога любителя. В двух предметах археолог опознал останки какого-то животного, а вот третья находка вызвала у исследователя недоумение. это было что-то напоминающее каменный топорик. Все три предмета тут же отослали в археологический институт города Клуйнопока. Там артефакты очистили от многовекового налета. Останки животного опознали быстро. Это были части коренных зубов молодого мастодонта. Мастодонты предки современных слонов обитали на планете несколько миллионов лет тому назад. Третий же предмет опознать не удалось. Когда провели химический анализ странной находки, то выяснилось, что она полностью из металла и безо всякого сомнения являлась творением рук как минимум представителя рода хомохабелес, то есть человека умелого. Как этот предмет мог оказаться в отложениях грунта, возраст которого не менее миллиона лет. Эта загадка шокировала ученых. И самое главное, заставила серьезно заподозрить то, что история нашей планеты скрывает что-то очень важное и абсолютно нам неведомое. Странные находки, происхождения которых никто и никак не может разгадать, происходит в мире с завидной регулярностью. При этом исследователи склонны тщательно скрывать факты их существования. И все потому, что таинственные артефакты полностью перечеркивают привычную картину мироздания. В декабре 1852 года неподалеку от Глазга в Шотландии в куске угля был обнаружен железный инструмент необычного вида. Некто Джон Бьюкенен представил эту находку местному ученому совету и сопроводил ее письменными показаниями пяти рабочих, присутствовавших на месте открытия. Ученые изучили предмет и вынесли вердикт. Это наконечник багра, утерянного горняками в доисторические времена. Но предмет-то находился внутри куска минерала. Это во-первых. добыча углеводородов в этом районе никем и никогда не проводилась. В 1891 году в американском штате Южный Иллинойс опять же в куске угля была найдена золотая цепь длиной приблизительно 10 сантиметров. Плетение было настолько необычным, что привело в изумление всех, кто ее видел. Находка подтверждена многочисленными свидетельствами. Возраст породы, из которой извлекли артефакт, соответствовал пятому геологическому периоду Палеозойской эры. А это было около 60 миллионов лет назад. Чуть позже южноафриканские старатели нашли в одном из месторождений Пирофилита несколько сотен металлических сфер. На доме шаров оказались три параллельные бороздки по экватору. Интересно, что пирофилит это мягкий минерал, и он образовался около трех миллиардов лет назад. Шары же, найденные в нем, хоть имели внутри волокнистую структуру, но обладали очень твердой металлической оболочкой, которую нельзя поцарапать даже стальным предметом. Находок из разряда запретной археологии достаточно много. На территории России, конечно, самое известное это вольфрамовые спирали из месторождения реки Нарада. К слову сказать, вольфрамовые изделия не могут возникать в природе, и их наличие однозначно говорит об их искусственном происхождении. Кроме этого, я напомню об обнаружении каменных дисков. Их в этом году обнаружили, ну, как минимум в двух местах. Метровый диск был найден, и сейчас, к слову сказать, доступен для исследований. Он находится в Кемеровском Кровеческом музее. В марте его доставили туда, то есть, совсем недавно. 31 января 2005 года в Беловском районе Кемеровской области в горной выработке одной из шахт были обнаружены два странных диска. Эти диски, по словам шахтеров, оказались из очень прочной породы аргелита. Диаметр каждой находки составлял примерно метр. А вес почти 200 килограммов. Один из дисков был сильно поврежден ковшом экскаватора во время работ и восстановлению не подлежал. Но второй, очень похожий на уменьшенную копию летающей тарелки, оказался почти идеально целым. Вот эти все находки, они будоражат воображение, заставляют думать о том, что не все так гладко в нашем историческом прошлом, что нужно проникать в него уже с другими как-то